Голод души. По своей природе, душа является вечной и неделимой частичкой сознания. Душа не рождается и не умирает. Душа всегда есть, и не было такого времени, когда бы душа не существовала. Самодостаточен только Бог. Он сам по себе и для себя. Душа же, напротив, является частью Всевышнего, и не может существовать отдельно от Него, а посему, полностью зависима от своего Господина. Поскольку Господь является источником абсолютного счастья, душа всегда стремится к Нему, как мотылёк стремится к Свету. Однако здесь, в материальном мире, под воздействием иллюзорной энергии Господа, Майи, душа забывает о своём изначальном Повелителе. Но стремление к счастью и красоты, сохраняется у неё всегда, независимо от положения, которое она занимает. Мы вечные души, преисполненные знания и блаженства. Но в материальном мире, счастье и красота, представляется душе в искажённом и неполном виде. Материальное счастье, лишь оттенок духовного, и это счастье очень низкого характера. Оно лишь тусклый отблеск того истинного счастья и красоты, что царит в духовном мире. Некоторые люди склонны считать себя Богами, или по крайней мере, повелителями своей жизни. Однако, никто из них не может существовать, независимо от счастья. Что заставляет их вставать рано утром и заниматься делами, которые зачастую не приносят им удовлетворения? Что заставляет их приобретать новые вещи и наслаждаться общением с противоположным полом? Что заставляет их тратить время на футбол, кино, выпивку, сигареты, рестораны и т.д. Все эти так называемые Боги, целыми днями заняты добыванием денег, лишь для того, чтобы купить на них счастье. Стремление к самоудовлетворению настолько сильно, что ради получения крупицы материального счастья, так называемые господа жизни, способны на обман, или ещё хуже, на убийство. Они не способны понять, что Бог не мечется в поисках счастья с утра до вечера. Он и есть олицетворённое счастье. Если кто-либо считает себя Богом, то пусть не только себя сделает счастливым, но и дарует счастье, хотя бы своим близким, так, чтобы они были полностью удовлетворены. Потратив уйму денег и энергии, и не получив от этого удовлетворения, о котором мечтали, такие люди начинают опускаться до извращений, в надежде выжать хоть немного счастья из этой пустой жизни. Но однажды самые удачливые из них начинают понимать, что счастье не находится в области внешнего мира. Истинное счастье не зависит от внешних обстоятельств и не подчиняется им. Настоящее удовлетворение может прийти только по милости Всевышнего, и приходит оно не извне, а из сердца. Как душа, так и сверхдуша находятся в области сердца живого существа. Именно сам Господь в образе сверхдуши Параматмы может сделать нас счастливыми. Ему не важно, сколько у нас машин, домов, денег и какое положение мы занимаем в обществе. Он на всех смотрит одинаково. Мы все его дети. Только одни дети забыли о своем отце, а другие пытаются с любовью служить ему, выполняя свой изначальный долг. Любое живое существо находится в постоянном поиске счастья, независимо от того, понимает оно это или нет. Даже маленький муравей желает наслаждаться. С момента появления на свет и до самой смерти он ищет счастье. Когда я был во Вариндаване, самом святом месте на земле, то наблюдал удивительную картину в своем гостиничном номере. Как бы я не прятал банку с медом, муравьи всегда находили ее. Даже если подвесить ее на нитке к потолку, муравьи все равно достигнут своей цели. Такое маленькое существо проявляет невероятную настойчивость в стремлении заполучить столь желанный нектар. Поразительно то, что миллиарды людей, являясь потенциально разумными формами жизни, с самого рождения и до смерти физического тела, каждую секунду своей жизни посвящают поиску счастья и не находя его в материальных вещах и забавах, продолжают искать там же, где искали. Разве не удивительно, что лишь единицы способны распознать обман, и обратить свое внимание с материальных поисков счастья на духовное. Но самое интересное, что процесс влечения, пресыщения и отвращения, бывает таким коротким, и в то же время не прекращающимся, что после, мы даже не можем вспомнить ни одно из полученных ощущений. На примере маленького ребенка, легко понять, о чем я говорю. Посмотрите, как ведут себя малые дети. Завидев новый предмет, они тут же начинают судорожно тянуть к нему свои ручки, выражая свое нетерпение громким плачем. Получив вожделенный предмет, они могут бегло осмотреть его, удовлетворить свое любопытство и тут же выкинуть за борт кроватки, как самую бесполезную вещь. Затем они тянутся к другим предметам, и так может продолжаться довольно долго. Это может показаться забавным, но по-настоящему забавно то, что мы сами поступаем таким же образом, хотя считаем себя взрослыми и разумными людьми. Как жизнь бабочки-однодневки кажется нам безумно короткой, так для полубогов, чья жизнь неизмеримо долгая, наш поиск материального наслаждения, кажется капризом младенца. Вся наша жизнь состоит из таких эпизодов. Как же утолить этот голод души? Теперь мы окончательно убедились в том, что материальное счастье не приносит удовлетворения душе. Из этого следует, что счастье необходимо искать в сфере духовной жизни. Мы не можем отказаться от счастья. Поиск счастья – наша вечная природа. А поскольку материальное счастье постоянно угасает, то поиски необходимо продолжать в сфере духовной, где счастье постоянно возрастает. Духовное счастье – это Сам Господь, Верховная Личность Бога Шри Кришна. Поскольку Кришна, саччит Ананда, преисполнен знания вечности и блаженства, то счастье нужно искать в источнике счастья. Чем ближе мы к источнику света, тем более освященными становимся сами. Только служа источнику вечного счастья, который всегда новый, мы сможем утолить наш трансцендентный голод. Как ребенок успокаивается на руках матери, так и душа обретает удовлетворение в служении Абсолютной Истине Верховной Личности Бога Шри Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok